Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня наша тема лекции обеда уроков. Следующая заторможенность. Как западная медицина нам говорит, в чем проявляется заторможенность и что нужно делать. Давайте послушаем сначала западную медицину, приведем кое-какие аргументы, а потом посмотрим, что нам говорит восточная медицина. Итак, западная медицина, мы говорим, это физическое и психическое расстройство, либо переутомление. Человек израсходит физическую и психическую энергию. На основании чего? Стрессов, психов, либо вообще-то жизненный потенциал уже, что израсходуется, жизненная энергетика в человека. Потому человеку нужно делать что? Выводы. Что возраст берет свое, возрастные изменения неизбежны, и что за какие бы законы сохранения энергии не существовали, мы не можем сохранить всю энергию, которая нам дана от молодости. Мы ее израсходуем. Поэтому заторможенность мышления первый признак, что израсходуется ваша поджелудочная железа. Заторможенность речи это первый вам звоночек, в каком состоянии ваша поджелудочная железа, и не только. Почему? Потому что речь контролирует не только поджелудочные железа, здесь их уходит и печень, и сердце, и желудок, и желчный пузырь. Вот в каком состоянии. Эти меридианы. Мы уже практически переходим потихонечку на восточную медицину. Ну и, конечно же, сразу же здесь многие западные медики нам говорят, это частая вялость, это провалы в памяти, это частая агрессия. Почему агрессия? Выходит энергия, запомните. Человек израсходует энергию очень неграмотно, неумно, неразумно, вообще просто выкинул энергетику, и все, ну ее же потом нужно восстановить. Хорошо, если ты знаешь, где есть колодец, где можно подчеркнуть энергию. Мы говорим вот об вот этих колодцах, которые люди не используют вообще. Они просто побегут в аптеку, купят там таблетку и попытаются в том колодце поискать. Но тут химический процесс, он очень тонкий, не разгадан до конца. Химическая лаборатория. И то же самое можно сказать и восточной медицине, но восточной медицине больше возможностей, чем в химических процессах. Это, конечно же, возрастные изменения, мы повторяем все. Ну и, конечно же, старость. Итак, давайте западная медицина нам подсказала, восточная медицина мы уже знаем, что состояние 12 меридианов нам полностью говорит о состоянии человеческого организма. Почему? Потому что когда нет энергии, человек носит с собой, с собой и с тяжестью свое физическое тело. Потому что нет энергии, он не энергетичен. То же самое он носит с собой ум и забывает. То же самое он с собой носит, скажем так, ротовую полость, либо речь и не может высказать, потому что нет сил. Либо спазм прошел, воспалительный процесс в этих меридианах и спазмировала эту заторможенность. Либо слабость, вялость, не хватает этой энергии раскрыть рот и сказать слово. Вот элементарно просто. То же самое заторможенность истощила себя поджелудочная железа. Нет мысли. А если есть, то они где-то далеко. А если ее нужно вызвать, нужно, чтобы человеку напрячься. А чтобы напрячься, нужно энергию свою аккумулировать. А чтобы подзадуматься, подзадуматься, душа должна задуматься, нужно опять энергию саккумулировать. У человека нету этой энергии. Нету. Где ее взять? Вот здесь вот акупунктура играет огромнейшую роль. Проводится диагностику 12 меридианов. Если все 12 меридианов слабые, вялые, они тонизируются, в них дается энергия ЦИ. После чего мы не достигаем нормы. Сразу говорю, мы хотя бы должны что пробудить эти меридианы, которые долгое время спали, либо пребывали, что в истощенном состоянии. Элементарно просто. Либо приходит человек на диагностику, говорит о своих проблемах заторможенностей. Приводим диагностику, у него много энергии. И эта энергия сковывает человека, сковывает его речь, сковывает его ум, сковывает мышление, сковывает вообще его физическое тело, головной мозг. Он говорит, человек говорит, ты знаешь, как 2-3 мешка, говорит, ношу на плечах, не могу и не скинуть. Такая тяжесть. Нужно что? Энергию высвободить, сделать ее легче. В этом нам поможет акупунктура. Потому что диагностика является неотъемлемой частью. И точка В11 даджу нам помогает. При слабости, вялости данную точку тонизирует, при воспаленности данную точку расслабляет. Спасибо за внимание.